Саров продолжает стремительно застраиваться. В эксплуатацию вводятся новые жилые многоквартирные дома и люди, их заселяющие на сегодняшний день, не особо вспоминают о такой статье в ежемесячной платежке, как капитальный ремонт. Для жителей старой части города этот вопрос в последнее время встает очень остро. Вот только суммы на капремонт, отправленные региональным оператором из Сарова, вернувшиеся в наш город, различаются в десятки раз. Город Саров отдает фонд капитального ремонта гораздо больше, чем получает оттуда. Дело не в том, что мы не участвуем в данной работе. Работа проходит постоянно. Но мы действительно отдали уже около 250 миллионов рублей обратно, забрали на капитальный ремонт в районе 20-30 миллионов. В прошлом году из-за капитального ремонта теплосетей два дома остались без горячей воды в батареях в начале отопительного сезона. Истоки этих сложностей с капремонтом лежат именно в закрытости нашего города. Въезд для подрядных организаций делать долго и сложно. Из-за этого срываются сроки поставок материалов для ремонта и выполнения работ. Во время визита в РИО губернатора Глеба Никитина в наш город на это обратили особое внимание. Глеб Сергеевич попросил местной власти рассмотреть вопрос о создании на территории ЗАТО своего собственного регионального оператора или как минимум представительства уже существующего на территории Нижегородской области. Создание здесь в городе представительства или оператора здесь на территории города Сарова вот это и есть тема, которую планируем мы и сегодня обсуждали на рабочей группе и дальше планируем обсуждать вместе с правительством Нижегородской области. Основная задача здесь, на территории города Сарова, чтобы было представительство или человек, или два человека, которые занимались бы взаимодействием между оператором Нижегородским и теми подрядчиками, которые есть на территории города Сарова. Если в нашем городе появится такое представительство, проводить ремонт в домах саровчан начнут быстрее и эффективнее. И можно будет надеяться, что те деньги, которые собираются с жителей города, будут тратиться на капремонт на территории нашего ЗАТО. Стейсоров, 24.